Приветствую вас. Довольно короткий вопрос. Человек пишет, что позанималась рукоделием минут с 15 забросил. Ой, зачем оно мне надо? И так каждый раз не могу получать удовольствие. Что мне делать? Смотрите, во-первых, здесь момент, важный момент заключается на мой взгляд в том, что у вас, возможно, не совсем сформирована цель, то есть зачем или для чего вы делаете то или иное. То есть вполне возможно, что вы фиксируетесь, например, на удовольствие, да, то есть вот, ну, пытаетесь фиксироваться на удовольствие от того, что делаете. То есть, то есть, ну, условно говоря, вот вы хотите, чтобы вы получали удовольствие. При этом вы не очень замечаете то, для чего вы это делаете. Дальше вы говорите, ой, зачем оно мне надо? И в общем и целом это может быть вполне разгумный вопрос. Действительно, а зачем? Действительно, зачем вам это надо? То есть, ну, можете ли вы вот сами себе объяснить, да, сами себе сказать, зачем мне это? И следующее, на что нужно обратить внимание, это что происходит, что меняется у вас. Ну, я полагаю, что вы чувствуете, что что-то изменилось, вы чувствуете, что ощущается по-другому. Ну, вот, то, что вы, например, хотите, то есть вы хотели, а потом уже не хотите. Я думаю, что это не случайно. Я думаю, что поменяется. Но понятное дело, что мы не знаем, что поменяется. Ну, вы этого не знаете сами, вы этого не замечаете, возможно, даже не подозреваете о том, что что-то такое может быть. Ну, оно есть. То есть, я имею в виду, что вот, эм... что-то меняется. И нужно, эм... обязательно нужно, нужно посмотреть, что меняется. Дело ведь в том, что в какой-то момент вы, очевидно, начинаете обесценивать. То, чем, то, чем вынимаетесь. То есть, буквально начинаете, начинайте, эм... Опять его отдаляться. Вот. Вот. Ну... Я думаю, что... Вы прекрасно понимаете, что... Хорошего в этом ничего для вас нет. И... Самое лучшее, что... Что вы можете для себя сделать, это как раз вот... Поисследовать, что с вами происходит. Вот. Вот. Ага. Еще один важный момент. Как мне кажется. Заключается в том, чтобы вы попытались увидеть, из какого, например, ну допустим, из какого чувства, из какой, может быть, потребности, вы приходите к тому, чтобы чем-то начал заниматься. Вот. Эм... Эм... То есть... Эм... Эм... Что вами... Ну... Что вами движет... Дви... Дви... Движет. Вот. Эм... Чтобы... Ну... С чем-то заниматься. То есть... То есть вы это делаете... Эм... Потому что вам вот... Эм... Эм... Хочется. Вы это делаете, потому что вам интересно. Вы это делаете, потому что... Ну там, не знаю, боитесь, допустим, чего-то, то есть вот на эти вещи, как мне кажется, вам нужно обратить самое пристальное свое внимание, потому что это является, в данном случае, такой вот достаточно важной историей. Для того, чтобы, ну, понять вас, понимаете, да? Вот как-то, как-то так. Ну, лично мне показалось больше, что вы это делаете из-за какого-то принуждения. Ну, то есть вот, начиная чем-то выниматься, да, вы это делаете из-за принуждения. И, вероятно, да, вероятно, вероятно вам вот, ну, действительно не очень интересно то дело, которое вы выбрали. Что ж, тут нужно смотреть на то, а вот почему выбрали именно его, да? Как вы вообще выбираете, выбираете, ну, выбираете... то или иное дело. Вот. Было бы неплохо... было бы неплохо... в этом направлении тоже посмотреть. Вот. Ну, справедливости ради, наверное, можно... как-то сказать, что рукоделие это... ну, не самый такой интересный, не самый такой динамичный... вид... вид... деятельности... деятельности. Вот. Если... если вы... понимаете, конечно... в данном случае, что вот... я имею в виду... вполне вероятно, что конкретно эта деятельность вам... вам... не подходит именно в силу... вашего... э... темперамента. Именно в силу... вашей... э... организации нервной... э... системы. Вот. Ну, опять же, ничего, если это так, да, то... э... э... страшного... э... страшного в этом... абсолютно ничего нет. Вот. Ну, именно... именно... страшного. Вот. А... чтобы найти, например, свое любимое дело, да, чтобы... то есть, вот, ну, чтобы... понять... э... допустим... кто вы, да, какая вы... э... чем бы вы могли заниматься, например... чтобы это понять... я думаю, что можно, в принципе, довольно легко пройти... э... какие-то э... 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 вот... и, соответственно, вам будет уже более понятно, чего вы хотите. э... 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 сейчас просто... э... вам может быть, сложно... э... ну, сложно... сложно это увидеть... э... э... сейчас вам сложно это увидеть, и... э... э... Сейчас, может быть, вы решаете какую-то другую задачу твою, а сейчас, может быть, вас волнуют какие-то другие вещи. То есть, например, если у вас внутренняя тревога, да, ну допустим, допустим, если у вас, ну, имеет место быть внутренняя тревога, то само собой никуда она не денется. То есть само собой внутренняя тревога, она останется. И по факту вы не сможете заниматься своей деятельностью, да, по факту. Пока не разрешите этот вопрос. Как мне это видится? Как-то так. Так. Я думаю, что этим просто нужно заниматься. Если вы на самом деле действительно хотите в себе разобраться. То есть вот такой какой-то здесь момент. Другой вопрос, если вы спрашиваете просто так. Так. Вот. Другой вопрос, если вы интересуетесь. Если вы интересуетесь просто из любопытства. Это другой вопрос. Тогда я думаю, что вы останетесь исключительно с таким умозрительным ответом. Вот. Потому что без прояснения нюансов определенных вам вряд ли можно будет чего-то подсказать. Такое полезное сейчас. Потому что, ну, просто могут быть неясны все детали, все нюансы в вашей ситуации. Вот. Они важны и могут привести к ошибкам. Могут привести к неверному интерпретированию. Вот. Того, что вы описываете. И как результат вам не получится помочь. Вот. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, на мой взгляд, это выбрать себе психолога, выбрать себе психолога, выбрать себе специалиста специалиста. Вот. И начать с ним работать. Начать с ним работать именно вот в том направлении, в котором вы хотели бы. с ним работать. А дальше, дальше уже смотреть на то, какому результату вы придете. Вот. Здесь, пожалуй, важно, вот что важно, чтобы вы были открыты опыту. Вот. То есть, чтобы вы, ну, позволили, позволили опыту быть. Вот. То есть, я имею в виду, вот, чтобы вы, ну, не закрывались. От опыта. Который вы будете получать. Вот. Так вы сможете, в общем-то, очень хорошо. Очень неплохо, ну, расширить свое восприятие. Вот. Расширить восприятие именно мира. И так далее. И так далее. Потому что сейчас, как мне, кажется, к сожалению, довольно у вас. Оно узкое. Ну, естественно, естественно. Я могу, я могу быть не прав, естественно, могу ошибаться. И так далее. Вот. Вот. Поэтому, тут обязательно нужно уточнить. Да. Ну, вот, все эти моменты. Чтобы, ну, дальше уже делать какие-то выводы. В целом, в целом, вы молодец, что озвучили проблему, которые вас беспокоят. Я думаю, что это хороший первый шаг к ее решению. Вот. Осталось сделать второй. Выберить специалиста и начать работу. Вот. На этом все. Я довольно много постарался раскрыть него. Нюансов в своем ответе. Вот. Надеюсь, что это было вам полезно. И интересно, я буду благодарен вам. За обратную связь по моему ответу. Это позволит начать работу над собой. Всего вам самого доброго. Обращайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!